Всем привет, добро пожаловать в канал Хайбист и с вами я, ведущий, Риха Харсу. Как вы уже, наверное, поняли из названия, сегодня нас ждет очень, очень интересный видос. Я получил слишком много заявок по поводу того, чтобы я сделал новый мистери бокс, и вы этого дождались. Вот такой вот бокс к нам сегодня приехал. Бокс довольно-таки тяжелый, он здоровый, я думаю, будет очень интересно. Ну а по поводу цены, я за него заплатил 300 тысяч рублей. 300 кусков за бокс с кроссовками. Перед началом этого ролика я хочу вас попросить поставить палец вверх и написать комментарий под этим роликом. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что у нас на канале происходит очень много интересного. Ну а также это дорогой ролик, поэтому только вы меня можете смотивировать сделать следующий, и ваши лайки и комментарии это показывают. В общем, с вас актив, с меня видосы, мы с вами договорились. Ну а так, я предлагаю начинать, погнали! Ну что ж, вот сама коробка, я предлагаю ее открывать и смотреть, что там внутри. По традиции смотреть, что внутри, я сам не буду, потому что, ну, пропадает просто смысл ролика, я буду знать все пары, потому что по коробкам я угадаю, какие там пары. Я не хочу так делать, я хочу, чтобы вы увидели мою реакцию на каждую пару. В общем, открываем коробку, я показываю вам, что там лежит внутри. Также мы посчитаем стоимость каждой пары в данный момент, сколько она стоит на рынке. Ну и в конце ролика мы подведем в итоге, сколько же этот бокс денег мне вернет. В общем, давайте начинать! Это не самое удобное, что могло быть, но вроде бы как, вроде бы как она открылась. Так, я закрываю глаза и показываю вам, что за пары, потому что там темно, я сейчас ничего не вижу. Смотрите, что там за пары, я не смотрю пока что. Посмотрели? Все, я закрыл коробку, вот так я ничего не вижу и буду доставать по одной паре. Я думаю, это будет честно, потому что коробка здорова и, честно, не очень удобна. Она у меня еще на табуретке, которая катается. Ну что ж, я предлагаю не томить. Погнали, первая пара. Я вот эту штуку достану, чтобы она мне не мешала. Тут что-то... Окей. Ну это, кстати, очень хорошо, когда в боксы кладут вот такие мягкие штуки, потому что, ну... Там должны быть недешевые пары, и если они помнутся, боксы, ну, можно потерять. Главное, чтобы они не порвались, но помятые это тоже не самое приятное. Так. Ну, коробок тут действительно немало. Так, мне кажется, я знаю, что это за бокс. Погнали. Да. Друзья, если вы хотите быть в курсе всех новостей из мира моды и кроссовок, то хочу вам сообщить, что мы сделали два крутых новостных паблика в телеграме и в инстаграме. Там вы узнаете не только новости, ну, а также цены на предстоящие релизы и сколько на них можно будет заработать. Ну, а если ты хочешь научиться брать крутые релизы, не переплачивая за них, либо же самому начать зарабатывать на перепродаже одежды и кроссовок, то у нас есть платный чат, где мы тебя всему научим и все расскажем. Всю подробную информацию ты сможешь найти по ссылочке в описании. Ну, а так, приятного просмотра. В общем, черный 350 изи 10.5 US. Да, изи 350 статик не так давно выходили и за последнее время они неплохо поднялись в цене. Я свои пары уже все давно продал, но, блин, это единственная пара изи, которую я купил себе. То есть я изики вообще не люблю. Сам лично я их уже относил, наверное, в году 2017 и после этого, ну, просто надоели мне они лично. Но вот эта расцветка мне очень сильно понравилась, я их купил сам себе. Поэтому, да, но в данный момент я их уже продал давно. Короче, у меня нет ни одной пары изи. Это 10.5 US, в любом случае не мой сайз. И это не рефлективная пара, просто рефлективные тут только шнурки. Так, смотрим, сколько они стоят на стоке. В общем, не рефлективные статики в размере 10.5 US. Последняя продажа составила 31 185 рублей. В общем, 31 кусок, добавляем в копилку и едем дальше. Ну и все фары, которые мы достанем, я буду складывать вот туда. Ну что ж, начало положено, 31 тысяча, едем дальше. Так, я чувствую еще одну коробку изей. Ну, погнали сразу две пары изей, окей. Снова 350-е изики. Так. Быстрая проверка на рефлект. Так. Врубаем вспышку. Делаем фотку. Все с кайфом, полностью рефлективные изики. Так. Размер. Размер 6.5 US. И они новые. Ну, изики это изики. Я думаю, вы все эти расцветки видели. И, возможно, они всем уже вам надоели. Echeli 6.5 US. Рефлективные. Последняя продажа. 35 тысяч рублей. Так. Ну, я был прав, все-таки это больше. Ненамного, но все равно больше. Добавляем еще 35 тысяч рублей. Окей. У нас сейчас total 66 тысяч 185 рублей. А это только начало. Это первые две пары. А так как коробка тяжелая, там по-любому очень много интересного. Кладем их туда же. Около себя. Около меня лежит. Раз, два, три. А там дальше... А что, больше ничего нету? Ну, ладно. Давайте достанем пары, которые рядом со мной лежат. Джампмен. Это значит, что это жорики. Jordan 1 Mid GS. Это... Миды, единички, в женском размере. И размер 6.5 Y, то есть 6 UK... 6.5 US женский. А что за расцветка? Блэк. Блэк Джим Рэд. Ну а Ру... Я не шарю. За миды точно не шарю. А, так. Да. Я понял, о чем вы. Это Jordan 1 Mid. В расцветке Чикаго, если я не ошибаюсь. Если бы это были высокие Чикаго, это было бы очень приятно. Во-первых, я сам не фанат мидов, потому что, ну, я ношу либо высокие, либо низкие. А миды, ну, прям ни туда, ни сюда. Это что-то средненькое. Размер был 6.5 Y. Короче, открываю сток. Я знаю, что миды в последнее время начали перепродаваться. Причем, ну, на них можно какие-то деньги сделать. Но миды не продаются. То есть, ну, миды недорогая пара. Короче, смотрим. Я нашел две разные вариации. Это Jordan 1 Mid Chicago Toe. И Jordan 1 Mid Chicago Black Toe. Короче... А, GS, окей. Это Chicago Black Toe. Я понял. И размер 6.5 Y. Так, это шестерка. 6.5 Y. В общем, последняя продажа на 100 Кикси была в районе 8 тысяч рублей. Ну, это миды. В общем, тут все понятно. То есть, ну, я знал, что они будут недорогие. Но, возможно, бы расцветка Chicago сделала свое. Сейчас я посмотрю. У нее ритейл был 90 долларов. То есть, ну, да. На пару тысяч дороже они стоят. Но, в любом случае, добавляем в копилку. И общий тотал у нас составляет 74 185 рублей. О, я нашел еще одну коробку сбоку. Так. Достаем. Как вы могли понять, коробка Nike SB – это коробка от данков. Все последние релизы данков выходят в этой коробке. Поэтому это Nike SB Dunk Low Pro QS. В расцветке White University Gold Blank or Universe. Размер 6 US мужской. Что это за расцветка? Я понять пока не могу. Вы, наверное, не видите, что в коробке. Ну, вот это... Ну, вот это примерно то, о чем я говорил. И то, что я ожидал здесь увидеть. Те, кто не шарят – это данки, чанки-данки. В общем, коллаборация с Ben & Jerry's. Ну, и это очень дорогая пара. Это очень-очень дорогая пара. Я рад. Так. Давайте я их, наверное, вот сюда вот вам поставлю. Вот так вот. Уберу коробку. Ну, причем коробка вообще в идеальном состоянии. Но они не так давно выходили. В общем, да, это интересная пара. Здесь волосы присутствуют. Ну, потому что это типа корова. Здесь поля с небом. Потом свуш, который стекает вот так вот. Бен & Jerry's и X-Nike. В общем, Бен & Jerry's в коллаборации с Nike SV. Я бы лично не носил эту пару. Мне не нравится. Я знаю, какая жесть происходила на релизе. И, ну, это реально жесть. Потому что в Москве там вообще ребята бегали за парами. В общем, достать эту пару почти невозможно. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Потому что 6 US в редких парах, маленькие размеры, всегда стоят недешево. Короче, открываем StockX и смотрим. 6 US, последняя продажа. Вы готовы? Последняя продажа была 99 530 рублей. Я предлагаю просто округлить до сотки, потому что, чтобы мне это потом все не считать. В общем, одна пара кроссовок, чанки-данки, 6 US, сотка. До этого у нас было 74 тысячи, плюс сотка, 174 тысячи. И это у нас раз, два, три, четыре пары кроссовок, 174 тысячи. Это больше половины, я рад. Ну, во-первых, чанки-данки увидеть. И плюс я по-любому на них сниму вам обзор. Блин, это круто. 174 куска, 4 пары кроссовок. Я просто промолчу. Но до этого у меня был реально такой осадочек, потому что я понимал, что это может ни к чему хорошему не привести. Но чанки-данки просто все исправили. Ну, то есть у меня настроение прям повысилось на 100%. Короче, добавляем 100 тысяч, 174 тысячи. И мы едем дальше. Но вот эту пару я буду очень уже аккуратненько убирать в коробку. Мне их все-таки еще продавать. И не дай бог я там что-то оторву, потому что доп-шнурки просто вот так вот висят. Они даже без пакетиков. Они висят на пластмасках. Короче, я буду с ними предельно осторожен. Короче, едем дальше. Так, тут походу что-то открылось. Еще одна коробка Nike SB. Фиолетовая, разноцветная. Потом у меня еще есть другая коробка от SB-шек. И здесь у меня лежат еще одни другие SB-шки. Что-то у них прям много коробок появилось. Так, Nike SB, Dunk Low Pro, Laser Orange, Revenge Purple, 10 US. В общем, это еще одни данки. Ну, 2020 год-год данков. В принципе, все понятно. Так. Скорая. Отлично. Я эту расцветку данков вообще не видел. Так. Laser Orange. Ну, я честно, я не знаю, что это за расцветка. Я ее первый раз вижу. Может, я где-то видел на фотках, но я не придавал этому значению. Я не фанат, мне они не нравятся. Но давайте посмотрим, что они стоят. Nike SB, Dunk Low Pro. В расцветке Laser Orange. На 100X нету фотографий, но это, я думаю, ну, типа, других Laser Orange нету. Размер был... Размер мужской 10US. Последняя продажа на сайт 10US была 18360 рублей. 18 кусков за эти данки, блин. Пары, которые у меня еще нет, которые я хочу, стоят примерно столько же. И это данк Plum. Поэтому, если у кого-то есть 9 или 9,5US, напишите мне. Лучше в инстаграме. Вот. Но, блин, они стоят примерно столько же. И мне, ну, типа, обычные данки. И наш общий тотал 5 пар составляет 192 545 рублей. 192,5 тысячи рублей 5 пар кроссовок. Самое главное, что коробка по-прежнему тяжелая. Короче, это непонятно. Ну, я делал боксы, но таких ощущений у меня с боксом пока что не было. Здесь и такие странные пары, и вообще меды, которые стоят 8 тысяч. И пара за 100 тысяч. Ну, короче, окей, 192 тысячи зафиксировали. Я убираю эту пару и смотрим, что там еще есть. Друзья, мне часто поступают вопросы по поводу того, как же взять кроссовки или какую-то шмотку за ритейл, не переплатив за нее. А также многие хотят зарабатывать на перепродаже одежды и кроссовок, но попросту не знают, с чего начать. Это смотивировало меня подготовить подробный видеокурс, где я делюсь своим опытом и также наглядно все показываю. Ну, а также раскрываю многие тонкости в этой сфере. И если тебя это заинтересовал, то всю подробную информацию ты сможешь найти по ссылке в описании. Ну, а так, приятного просмотра. У нас 5 пар кроссовок, мы на 192 тысячах, и у нас еще в районе 110 тысяч. Это... Да, что в принципе тут говорить, я думаю. Поехали дальше. Так, я хочу посмотреть, сколько там всего еще. Так, я сейчас уберу, гляну. Так, коробка пустая, я вижу две еще коробки. Две коробки, которые интересны. Коробка, которую я увидел, это коробка, которую я сейчас держу, это единички Джорданы, то есть обычный бокс единичек. Я закрою пока расцветку. Size 9,5 US. И... А, окей. Court Purple 9,5 US. Почему она не хочет закрываться? Джордан 1, Court Purple 9,5 US. О, у них какие-то странные шнурки. Я думал, они будут под цвет кроссовок, они чуть... Ярче, может они выцвели просто. А, странно. Короче, Джордан 1, Court Purple 9,5 US. Это почти мой размер. У меня девятка. 9,5 US я тоже могу носить, и Court Purple у меня еще нету. Будет над чем подумать. Так, ставим сюда. Открываем сток и смотрим цену. Последняя продажа на размер 9,5 US на стоке составила 17 305 рублей. Ну, я был прав, они не особо дороже ритейла стоят. Они стоят дороже, на них можно что-то заработать было. Но, блин, моей ситуации это не сильно помогает. Добавляем 17 305. Наш общий тотал 6 пар на данный момент составляет 209 850. Короче, 210 тысяч рублей. 6 пар кроссовок. 90 кусков. Надо отбить, и там осталась одна пара. Короче, последняя пара. Я примерно видел коробку, и коробка была похожа на коробку от Чанки-Данки. Но данки бывают разные. Ну, прям много данков есть. Я по-любому, я не думаю, что это вторая пара Чанки-Данки, но если это было бы так, я был бы рад. Короче. Коробка Nike SB, окей. У меня есть представление, если это то, о чем я думаю, то мы в районе бюджета уложимся. Если это что-то другое, то 90 тысяч не каждая пара может отбить. Размер 10 ТВС. И это Nike SB Dunk Low PRM QS. Расцветка Black, парашют beige, черный, бежевый парашют. Окей. Короче, черный с бежевым парашютом. Что за расцветка, я не шарю. Но я увидел там очень интересную бумагу в коробке. В общем, здесь я увидел то, что бумага, бумага здесь вот через дырочку увидел, то, что там бумага как бандана-лого. А последнее, что выходило с такой бумагой, это были Трэвисы. Точнее, единственное, что выходило. Трэвисы Данки. Я сейчас посмотрел, сколько стоит 10 US. 10 US стоит дороже, чем Чанки Данки. В общем, поехали. Вот, что я увидел. Вот эту вот бумагу. Бумага это 100% от Трэвисов. И оставлю это тут. Последняя продажа на стойке была 112 тысяч. Это на 12 тысяч дороже Чанков. Они очень сильно подросли в цене в последнее время, походу. Потому что, когда я смотрел последний раз, они стоили в районе 70-80 тысяч на мой сайт. Но 112. Коллаборация Nike SB с рэпером Трэвис Скотт. Здесь очень прикольно, потому что, с одной стороны серый свушь, с другой стороны он розовый. Просто дичайшие шнурки, которые мне изначально сразу понравились. Мне на самом деле нравятся шнурки больше, чем вся пара. Но это уже другой вопрос. Это SB-шки. Здесь толстый язык. Это не мой размер, чему я рад. Потому что, если бы это был мой размер, я бы начал думать, может их оставить себе. Но 112 тысяч нет. Себе их точно оставлять не буду. Также под этим слоем есть еще один слой. То есть, его можно разодрать. Так как это SB-шки, это скейтерские кроссы. Так бы, пока ты катал, они бы сдирались. Но 2020 год в SB-шках не так много людей катаются. Тем более, в таких. Общий тотал коробки у нас вышел 321 тысячу рублей. 321 тысяча. Я заплатил 300. 21 кусок у нас выигрышный. Но продать эти пары довольно-таки тяжело. То есть, чанки, хотя в данный момент есть покупатели на них, но они дают меньше рыночной цены. В общем, в районе 300 тысяч. Да, я по-любому себе верну. Я оставляю тревисы, оставляю чанки 100%, потому что это пары как инвестиция. И они будут расти со временем. Чанки сейчас просели чуть-чуть, потому что все получили пары, грубо говоря, свои. В общем, я понервничал. Я понервничал, пока доставал все эти кроссовки из коробки. Мне кажется, коробка теперь пустая. Сейчас проверим это. Ну да, бумага, бандана бумага по-любому спалила это все. Кстати, вот о чем я вам говорил для сравнения. Ну, то есть, размеры коробок реально разные. То есть, это узкая и длинная, а это как обычная коробка кроссовок. Ну, по факту, здесь две пары стоят больше, чем остальные пять. И больше на много. То есть, здесь две пары стоят 212 тысяч рублей. Две пары кроссовок, 212 тысяч. 321, 850, 322 тысячи коробка с кроссовками. Напишите в комментариях, понравился ли вам ролик. Поставьте палец вверх. Короче, я раньше делал, давайте соберем какое-то количество лайков. Вы на последнем ролике не собрали 15 тысяч лайков. И да, у меня 50 тысяч подписчиков и 15 тысяч лайков вы собирали. Но на последнем ролике не получилось. Короче, я не буду просить вас собрать какое-то количество лайков. Мне саму нравится эта рубрика. Я знаю, что она нравится вам. В общем, если не сложно, поставь палец вверх. Если ты новенький на этом канале, обязательно подпишись. Потому что я стараюсь реально делать годный контент. Давайте расти вместе. В общем, спасибо вам большое за просмотр. Вы были на канале Хайбист. С вами был я, его ведущий, Риха Хартс. До новых встреч. А я пока что буду вот это вот все разгребать. Пока.